Как необходимый элемент В системе управления это перечень тех показателей, которые вы контролируете в процессе планирования, выполнения работ, учета надежности. Они должны быть как-то описаны на уровне еще политики. То есть именно набор этих показателей, либо с системы взаимосвязи. На семинаре мы рассказываем достаточно детально. Есть порядка 50 показателей экономические, технические, организационные, которые в зависимости от уровня развития могут применяться для оценки результативности всей системы ТАИР, конкретного оборудования и данных по надежности. Но основные выводы, что политика является необходимым документом для развития системы управления ТАИР, либо управления активами, либо управления основными фондами, опять-таки исходя из того, чем вы управляете. Техническая политика это набор неких инструментов, то есть описание того, как вы будете реализовывать основные цели и задачи. Ну и соответственно третий пункт это самый главный для нас, как по сути специалистов, которые занимаются практикой. И мы, видя политику, мы получаем некое обоснование развивать у себя в отделе или в цехе конкретные направления, а не вообще заниматься ремонтами. То есть мы видим пункт, мы понимаем, что в нашем предприятии отсутствует даже диагностика и начинаем реализовывать этот лозунг, который обозначен руководством как приоритетный. Соответственно появляется некая обоснованность наших действий именно как проектная работа. Можете как-то приоткрыть, потому что это секретно, качественный результат, потому что я думаю, что многим здесь присутствующих было интересно конкретный результат с точки зрения собственных бизнесов. У вас очень глубокий был фокус в вашем докладе на риск-ориентированный менеджмент, а что-ли про возможности. Ну, говорится, какие возможности организация может приобрести от внедрения вот этих вот ваших методов. Спасибо. Взгляд, какие выгоды внедрения стандарта, ну вот на мою такую оценку, как человек, который занимается этой темой давно, приведение в соответствие существующей практике управления ТАИР к лучшим мировым практикам управления активами. То есть это вот состояние перехода от ремонтов к управлению активами – это некое развитие вашей системы ценностей, понимания именно уходить от ремонтов и начинать заниматься какими-то глобальными вещами управления ценностью от активов. Опять-таки здесь много людей технических, которые занимаются ремонтами именно как ремонтами. Все-таки мы рассматриваем стандартизацию управления активами как дополнение к тем задачам, которые вы и ваша служба занимаетесь в части ТАИР, то есть обеспечение процессов техобслуживания, ремонтов оборудования. Преемственность системы, когда уходит главный механик, главный инженер, не дай бог там гендиректор, система будет работать, она будет обеспечена внутренними аудиторами, она будет иметь некие базы данных в ваших информационных системах, то есть она будет работать независимо от людей, которые сейчас находятся на каких-то постах. Ну вот, собственно, я очень кратко хотел по шагам, которые нужно именно пройти для внедрения. А я думаю, что многих интересует, что же такое сама система управления активами, то есть как она устроена, то есть какие нужно пройти этапы, чтобы ее внедрить. Четыре таких этапа подготовки к сертификации. По сути, это этапы внедрения самой системы управления активами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok